здравствуйте вы на канале таня галкина заканчивается осень сегодня 26 ноября осталось несколько дней и пора уже убирать осеннюю атрибутику и заканчиваются осенние процессы начинаются зимние их становится все больше вот сегодня обо всем этом я расскажу расскажу чем я заканчивая осенью чем я начинаю новогодние зимние проекты перед вами превью набора чудесные от чудесные иглы праздник урожая который я вышиваю совместном проекте от производителя в instagram и хочу похвастаться что этот процесс в общем-то идет уже к завершению сейчас я его покажу но я его покажу сегодня коротенько когда я закончу думаю я закончу в конце этой недели я сниму отдельное видео по этому процессу вот сейчас я покажу что я на вышивала для тех кто впервые это видит я расскажу что я вышиваю по набору чудесные иглы это набор с таким номером 120 111 называется праздник урожая его размер 30 на 20 сантиметров и он вышивается на айде 14 каунта я заменила на лугану цвета маршрум 25 каунта немножко мне работа увеличилась и вышиваю нитками из набора нитки гамма здесь теперь чудесные игла комплектуют свои наборы ниточками гамма вот наклейка когда я показывала прошлый раз у меня было вышит и вот это вот декоративная тыква яблочко кукуруза и вот это вся 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 рамочка которая вышивается полукрестом вот но я говорила что я приступаю к вышивке вот этих двух декоративных тыл кого возможно вышью листик но как видите значит процесс шел так хорошо что я еще успела вышить начала вышивать цветок и вышивала рамочку мне такое чувство было что вот вот я немножко дня два посижу я ее закончу но вышивать надо и другие работы которые тоже срочные поэтому я остановилась мой план был вышить максимум вот с этим вот листком но слава богу еще вот рамочка хорошо пошла и захотелось мне немножко яркого цвета потому что именно вот эти вот тут использовались цвета такие вот серо-зеленые немножко было розового вкрапления мне как-то это тыква даже когда я вышивала 1 она казалась немножко странный по своим цветам потому что есть какой-то оранжевый такой вот ярко-ярко-розовый вот но потом в итоге я увидела что вот это вот тыква светленькая как-то она загасила в эту пестроту этой тыквы ну и потом лист как бы уравновесил в общем-то всегда надо смотреть в комплексе да то что сделано где-то я смотрела впечатление об одной одного блогера по наборе чудесные иглы разные разными цветами вышиваешь непонятно что вы вышиваешь а потом когда смотришь ах не бэка ничего одни крестики и ты видишь такой прекрасный результат как будто такая бугристая тыква вот а в этой тыковке она такая как будто со светящимся бачком и не даже отражается вот это вот кукуруза вот вот желтый такие какие-то пятнышки вот в общем даже бэк я вышел а вот здесь да еще осталось здесь вот еще одна должна быть штучка бека вот это вот вот это вот штучка бека должна быть еще здесь но уже тогда я выше цветок тогда я сделаю этот бэк ну в общем то осталось мне немножко до осталось вот Вышить вот этот кусок рамочки Вышивать цветок и два вот этих маленьких цветка То есть следующий подход Когда это я сделаю У меня отчет в будущий понедельник Думаю, что я закончу немножко раньше У меня по плану начать ее вышивать в субботу Думаю, за субботу и воскресенье я это отошью И в понедельник уже будет готово Думаю, что в субботу уже будет готово Может быть раньше Если мне надоест вышивать другую работу Я вернусь к этой Мне хочется ее закончить Для того, чтобы начать другую А другую начать хочется новогоднюю Я не покажу пока какую Я рассказывала, какую мне хочется Ну, кто смотрел, тот знает Но все равно для остальных потяну интригу Потом покажу всю работу А сейчас перейду к своим новогодним проектам Они у меня Есть набор, который в работе Это сказочный сапожок от Панны Есть швейные работы Есть выполненные работы Есть те, которые в планах И есть еще два набора, которые я начну Есть у меня одна покупочка Я ее, наверное, вам не смогу показать Потому что я с нее снимаю Я купила себе штатив Такой стационарный У меня был на гибкой ножке А сейчас у меня стационарный Еще и с кольцевой лампой Так что удобно мне теперь все это снимать Ничего мне под руками вот здесь не мешает Как обычно это было Ну, вернемся к новогодним проектам Сначала расскажу о вышивке Новогодний сапожок от Панны Нужно мне его вышить Я планировала к концу ноября Но не получается и не получится Дай бог до середины декабря мне его вышить Ну, может быть, я попозже немножко возьмусь За него чуть посильнее, поактивнее Буду больше дней ему выделять Значит, на этой неделе я ему выделила 4 дня У меня вышито было Ну, вышито вот это было В середине которой конь был Он был с бэком И я начала вышивать вот этих двух Тех, которых по бокам И планировала вышить Ну, до конца лошадей Так мне хотелось Я действительно их вышила до конца Но на этой неделе я уже Повышевала этот сапожок еще 2 дня И вот что у меня в итоге получается Значит, лошади сделаны все Но так интересно было Когда за эти 2 дня Я явно вышивала вот это вот синее То, что у них под ногами Вот этот снег, дорога И вот эти сугробы сбоку Вот это вышивается светлая часть полукрестом А вот это между ногами лошадей Это синий, это вышивается крестиком И когда не было вот этого вот зашитого Так интересно, ноги торчали вот так вот Как бы в воздухе у всех лошадей То есть я вышила их все-все-все-все-все До конца с ногами Вот это вот все черное до конца То есть вышила всю-всю-всю тройку Интересно, эти ноги висели в воздухе Но я решила вышить уже до конца Вот эту вот нижнюю широкую часть Тут уже не так много осталось Вот То есть где я сейчас нахожусь Это примерно вот здесь вот, да Вот эти ножки уже вышиты Вот здесь вот эта вся синяя часть вышита До сих пор Вот осталось вышить вот эту вот полоску Собственно, ну тут много, в общем-то Вот это все вышивается крестом Крестом вышивать, конечно, дольше Полукрестом идет быстро-быстро-быстро Вот, и осталось вышить еще санки Ну, я думаю, что это еще раза на два Вот, дай бог мне довышивать вот эту часть Носок сапога со снегом На этой неделе Ну и потом в конце недели Я довышиваю вот эту вот пяточку И уже перейду к верхней части сапожка Жордо не дождусь Да, еще надо сделать бэк на лошадях Потому что это очень важно Здесь много бэка, надо его сделать Чтобы он не оставался на потом И у меня не сделан бэк вот этот На шубе Деда Мороза, видите, шуба еще без бэка И вот хочется сделать бэк на этой лошади Потому что когда с бэком Очень выразительно смотрится Я не извиняюсь, что я не гладила Потому что у меня Я вышиваю с разметкой И не стирать, не гладить, не брызгать не буду Без разметки вышивать невозможно Потому что одинаковые цвета И я зачеркиваю, вышиваю по бумажной схеме Я уже рассказывала Но у меня это не напрягает Но просто я не буду стирать В общем, очень мне нравится эта тройка Как получается С бэком будет вообще красиво Вот, сейчас, значит, сапожок на такой стадии Набор вышивается на 16-й аиде Я уже рассказывала, что канва гамма И здесь такие маленькие дырочки Тяжеловато вышивать на этой канве Они, ну, как бы, пропихнуть туда иголку тяжело Особенно если Вот эти вот полукресты Они вышиваются блендами в три нити Нитки здесь 90 сантиметров Спасибо панне И приходится их иногда делить Но я в последнее время, если вот большие участки Вот здесь Я вышиваю целой длинной ниткой Беру, складываю две нитки вместе И все 90 сантиметров вышиваю Как бы не Ну, иногда бывает, что она махрится в конце Но в основном получается вышивать Вот, но я хочу сказать о том, что Протаскивать иголку вместе с ниткой Она идет с таким скрипом Нитка сама проходит с трудом Вот там, где я вышиваю в три нитки Там я беру 24-е иголки Вообще вышиваю 25-ми Хорошо, что вышиваю 25-ми Они проходят гораздо легче Вот, ну, просто вот, когда три нитки То в 25-ю тяжело заправить Я беру 24-е И тяжело протолкнуть Я это почувствовала, когда взяла После вот этой работы Взяла другую Вот на 25-м каунте Вышиваю на Лугане Так я почувствовала, насколько я физически устала Протаскивать иголку через вот эти вот отверстия То есть, эта работа мало того, что Сама схема сложная Еще и, ну, как бы, оно физически тяжело вышивается Устают руки Вот, ну, и пальцы колю И, как бы, ну, устают пальцы Вот, хотела об этом сказать Вообще, конечно, мне нравится то, что получается Разработка очень хорошая Вот, лошадки такие они, видите Вот они в яблоках прямо вот Красиво получилось Тяжело было вышивать вот эту вот шахматку, пестроту Но зато получилось, как красиво Такие вот они Кони в яблоках Кони серые Красивые очень лошадки Ну, думаю, к Новому году я его успею, конечно И вышить и шить Собственно, шить-то один день Ну, два максимум Если времени не будет Особенно Я хотела показать Здесь Вышивая вот так с органайзера И ниточки Очень много серых Да, вот видите, серые Ну, разных-разных оттенков Вот это вот черные ниточки Черные и белые Вот здесь посредине Вот здесь серые Всех разных-разных При разных оттенках Раз, два, три, четыре, пять Шесть серых оттенков Вот А с этой стороны от белого Идут голубые оттенки Но когда они располагаются рядом Конечно, очень трудно отличить Голубые от серых Вот Я хотела показать Сколько их одинаковых Вот этими всеми ниточками Вышивается Снег Дорога И все остальное А вот с этой стороны Уже яркие цвета Вот я думаю, что к ним Я перейду уже В верхней части сапожка Но часть я уже повышивала Вот в санках используется В елочках В Деде Морозе Вот Этими цветами Конечно, вышивать поинтереснее Вот Продолжаю вышивать Еще у меня есть органайзер Я его показывала Для блендов И полукрестов В общем, приспособилась уже Значки выучила Есть здесь ошибки Не расскажу Где какие Но, в общем-то Их и незаметно Могло быть и так Как я вышла Мог так и дизайнер сделать Как я вышла Поэтому Я тут не заморачиваюсь Не перепарываю ничего Все смотрится красиво Вот Продолжаю его вышивать Сейчас на этой неделе Буду вышивать до конца недели До субботы Надеюсь, вышить Я уже сказала Вот носочек И, ну, может быть Я успею Пятку, конечно Думаю, что Основной вышить Носочек Конечно Хотелось бы Все Посмотрим Постараюсь Очень сильно постараюсь Смотря сколько будет времени Как будет это идти Вот Это Вышивальный процесс Который идет Я уже сказала Что после того Как я закончу Осенний процесс Праздник урожая Я начну Зимний процесс От чудесной иглы Это будет Второй Он будет Зимний процесс Он будет Не к новому году Он будет просто К зиме Вот И хочу я начать Еще два набора Два набора От Милхилл Извините Бликует Сейчас я сниму Давайте я покажу Тот, который я открыла Уже Это два набора От Милхилл Джим Шор Два снеговика Снеговик Вот такой Он называется Нордик Нордический Северный Снеговик Видите У него свитер С оленями И в клеточку А этот снеговик Называется Снеговик С кардиналом Сейчас Вытащу Из упаковки Два снеговичка Я их купила В прошлом году Они вышли В прошлом году Кто-то их вышивал Я уже не помню Но вышли Они в прошлом году Я их заказала Они пришли И я так думала Что я их буду вышивать К этому новому году Значит Вышиваю я Милхиллы На ткани Поэтому Вот эту бумагу Они должны вышиваться На белой бумаге Да Их размер Кстати Четыре на пиотенч Это Десять Ну Десять сантиметров На почти тринадцать Вот такие квадратные кусочки Белой Перфорированной бумаги Идут в наборе Пучок ниток Вот Ну естественно Схема И Инструкция Кстати Вот в этом снеговике Который с кардиналом Посмотрите Сколько ниток Основная часть Вышивается нитками Сам снеговик Весь-весь Почти вышивается нитками Только отделка Вот у него на шапке отделка Отделка на кисточке На шарфике отделка И отделка Вот на этом вот узоре Ну и немножко по краю Как бы тоже бусин В основном Все вышивается ниточками И Ну битера Очень-очень немного Сейчас я покажу Из этого снеговика Естественно Весь бисер красный Красный Такой белый Вот Мелкий бисер И есть Крупненький Вот у меня крупненький Волнует почему Ванильный Его немного Он идет На втором снеговике В метелку Вот сюда На Ну на нитках метелки Или в ветках метелки Вот здесь пришиваются Вот эти бусинки И немножко по низу Да И по-моему на шапке Они вот здесь Вот на украшении Значит Почему он меня волнует Потому что я хочу взять Мурана Вот эту вот Серый В горошек Думаю На ней будет хорошо Смотреться Сделаю Ну я их буду Вышивать на одном Куске Во-первых Так легче будет Вышивать Вот И во-вторых Может быть Я их сделаю Хочу сделать пинкипы Хочу сделать двойной То есть На мурана Сделать Посмотрю Квадратный Или овальный Скорее всего Овальный Потому что форма У них такая Закругленная Вот хочется сделать Овальный пинкип Не хочется делать Такой квадратный Вот И двойной пинкип На какой-то подложке Чтобы это была Картинка Которая стояла Это не будет Вот так вот Как здесь Вырезана бумага И висеть где-то Это не игрушка Игрушки У меня есть вышитые Игрушки Но я их не вешаю Я не люблю Украшать ёлку Такими игрушками Мне нравится Их вышивать Но украшать Я не знаю Вот Но мне нравится Украшение Новогоднее Вот мне хочется Чтобы это стояло Как картинка Но картинка Маленькая получается Значит Если на 14 Вот этой Вот основе Бумаги Это будет 10 на 13 Значит У меня будет Чуть поменьше Но поменьше Это будет Сам пинкип И поэтому Я хочу сделать Еще второй пинкип Квадратный Или прямоугольный Который будет Как подложка Вот Но меня волнует Вот этот бисер Как он ляжет На 32 Каунте Чтобы он Как бы Ну Уместился Не толкался Но не так вот Что он близко расположен Вот на метелке Он Видите На расстоянии Он Не совсем Один к одному То есть Как бы Нет таких Сплошных Зашивок Вот тут они Немножко в рядок Вот я не знаю Как они тут Поместятся Но посмотрим Можно в принципе Поиграть Его регулировать Если он будет Сильно большой То может быть Возьму какой-то другой Вот Значит С этим проектом Я хочу участвовать У Марины Милый сад В ее Милая зима Совместный проект В инстаграм Она ведет По сезонам По вышивке Наборов Милхил По сезонам Ну Вышиваются Эти наборы Вот это Ну как бы У меня нет больше Милхила Только зимний Так вот Хочу зимний Повышивать Вместе с Мариной Хочу там Поотчитываться Я смотрела На ее проект Но у меня Просто не было Наборов Соответствующих Вышивать Мне нравится Вышивать Милхил Вот Но не на перфорированной Бумбаке Мне нравятся Общие наборчики Может быть Еще прикуплю Себе на будущий год Уже начинаю Строить планы Есть у меня Наметки Уже что Что прикупить В общем-то Я даже На черную пятницу Уже какие Скидки Какие Завлекательные Предложения Все равно Я Ну просто Не захожу И не смотрю Вернее Захожу Смотрю Иногда Просто пролистываю Ради интереса Но мне Мне ничего не надо У меня все есть У меня есть То что я хочу Вышивать сейчас То что я буду Вышивать В начале Будущего года Дальше посмотрим Ну хочу купить Какие-то мелочи Но которые Не сейчас Я сначала Сначала Вышью то что Запланировано То что хочется Сейчас А потом уже Посмотрим Расскажу Потом Вот Значит это у меня Два Набора Которые Я буду Вышивать Ну конечно не сразу Один за другим Наверное буду Выделять пока Один денек Ну посмотрим Один денек Вечерок Как пойдет Для того Чтобы повышивать Один день В неделю Я имею ввиду Вот Значит Это То что касается Вышивки Ну и в планах Моих Было Создание Текстильного Декора К Новому году Ну не только К Новому году Ко всем праздникам Вот сейчас Текстильный декор К Новому году Вот первое изделие Которое у меня уже есть Я его показывала В инстаграм Кто-то видел Я вот После того Как расскажу Я покажу Слайд Из фотографии Которые я сделала Там поближе Ну и сейчас Я тоже покажу Поближе Значит В планах У меня было Шить Одну или две Наволочки Я посмотрю Если у меня Хватит ремни То я вторую Тоже сошью Есть у меня ткани И идея Как ее шить Еще я хочу Шить дорожку На стол На журнальный столик И юбку Под елку Ну юбка Это так громко сказано У нас Тоже маленький Квадратный Журнальный столик На котором стоит елка У нас елка небольшая Не на полу Она стоит Но тем не менее Закрыть как-то внизу Хочется Вот Будет эта юбочка Юбочка Под елку Маленькая Вот Ну пока Сшита вот эта Наволочка Так хорошо Она сидит на подушке Мне нравится На фотографиях Я думаю Вы оцените Маленькая Значит из чего я ее шила И как Я покупала вот эти ткани Новогодние У меня их несколько Есть еще Которые тоже будут Использоваться В других проектах Но вот это Вот мне захотелось Использовать именно здесь Мне захотелось Сделать подушку Чтобы на ней была елка И я увидела На ютубе Был проект 10 лоскутниц Вышивали Ну 10 елочек Они делали Не вышивали А шили они Подушки Наволочки на подушке С елочками Так вот Одна из елочек Мне очень понравилась Там были разные проекты Там были сложные Менее сложные Интересные Всякие Какие хотите Я оставлю ссылку Вот на тот Мастер-класс По которому я шила А под этим Вот видео Есть ссылки На всех остальных На 9 человек Которые шили эти елочки Может там Кто-то себе найдет Тоже что-то интересное Может быть Вы это уже видели Вот Так мне понравилась Эта елочка Я взяла это за идею Ну как бы Все размеры И вот это все Как это все Расположено Я Ну сама Как бы распланировала Как мне Удобно По моим размерам И мне Не хотелось Срезать Именно вот эту ткань Но на какие-то мелкие Кусочки Там из кусочков Составлять Мне захотелось Вот целый Такой кусок Тем более Что тут красивые Такие шишки Вот как будто Это просто елка С шишками И вот эти вот Ягодки красные Они с глиттером Тоже На них есть блеск Если это видно Не знаю Видно Не видно Попробуем Выключить лампу Может быть Будет видно блеск Блеск Как всегда Тяжело показать Ладно Продолжим Может быть Каким-то образом Потом Значит Вот захотелось Мне Сделать Эту елочку Такой Из этой ткани Использовала Вот такой Тесьмой Зигзаг Или вьюнчик Золотистый Он Золотистый Такой Зеленцой То есть Золото Такое Вот Под цвет Основной ткани Значит Основная ткань Это ткань корейская Я ее покупала На мере вышивки Маленький кусочек У меня был То есть У меня ушло Вот сюда Практически все Вот это Почти весь был кусочек Что у меня там ездит Даже пришлось Вот внизу Вот эту полоску Сделать Не по долевой Нитки По поберечной Что тоже В общем-то Было Создало Определенную Сложность Она немножко Как бы Вот тут Тянется Но Тем не менее Я справилась Еще я сделала Ошибку Не ошибку Но я Эксперимент Такой поставила Я использовала Для Прокладки Как бы Для Наполнителя Флисовый Пледик Как-то у меня Все Закончились Все мои фетры Такого большого Куска не было Соединять не хотелось Ну и Почему-то я решила Что вот зимой Мне хочется Чтобы это была Подушечка Такая вот Более мягкая Более Пышная Я думаю Что вот она Постирается Она еще более Обмякнет Она будет Еще более Интересная Вот эта вот Вся стежка Она как бы Прорисуется Еще больше Вот И Я использовала Этот пледик Конечно Он тоже Тянется Но если бы Еще ткань была Например Вот это вот Верхнее Более Например Такая какая-то Это американский хлопок И вот это красное А вот это Корейская Она Соответствующая Но у нее Видите Тут надписи Такие там Хо-хо-хо Белый Еще что-нибудь Все Новогоднее Такое Зимнее Вот Мэри Крисмас Где-то я видела Даже Север Она как раз Сюда подошла Она такая Вот Бежевая На нее Смотришь Вот она Золотая Она вся 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 Вот в этом Глиттере В этих Надписях Которые Сделаны Глиттером Но она Корейская Она тянется Конечно С ней было Тяжеловато Работать Обратную Сторону Я сделала Такую же Как Из которой Делала Ёлочку Чтобы Когда перевернул На обратную Сторону На ней Можно полежать И тоже Вот увидишь Все эти Шишечки Все эти Ягодки Вот здесь Может быть Увидите Блеск Вот на этих Больших Пучочках Я вижу Думаю Вы тоже Может быть Видите Вот Но с этой Тканью Конечно Было работать Великолепно И Значит У меня Было Да Там Где Предлагалось Это Изделие Пошить Там Было Четыре Подарка Можно Было Делать Поменьше Конечно Размером И Четыре Подарка И Тесьмой Крест На Крест Они Были Обшиты Но Мне Захотелось Пришить Именно Эту Тесьму Именно Так Сверху Как Гирлянды Это Тесьма У меня Лежала Ну Дай бог Не Собрать С Семнадцатого Наверное Года Если Не Раньше Может С Шестнадцатого Мне Ее Прислала Вера Коминова С Каким Подарком Вместе Два Вида Вот Такой Тесьмы Вот Здесь Пряничные Человечки Ёлочки Домики Пряничные Еще Есть Со Снеговичками Но Та Более Голубая Она Сюда Не Подошла Поэтому Я И Использовала Только Эту Тесьму Эти Человечки Они Вот Так Под Цвет Основной Ткани Оказались С Доволением Красного Ну И Красный Этот Сюда Подошел Значит Красная Ткань Мода Фирма Мода Как Это Французский Классический Или Что То Такое Вот И Я Шила Эту Ёлку Вшила Тут Видите Да Ёлка Вшита Вот Здесь Шов Наверху Вот То есть Сама Подушка Состоит Как бы Из Четырех Деталей Вот Это Нижняя Деталь Полоска Ёлка Сама Да Треугольник Левая Деталь И Правая Деталь То есть Четыре Детали Соединены Между Собой Я их Соединила Потом Сверху Наложила Вот Эти Подарки Их Пришила Мелким Мелким Зигзагом У меня Машинка Старая Она Аппликационный Шов Делает Но Его Тяжело Настроить Она Плохо Его Делает Я Решила Что Я Вот Так Обойдусь Мелким Зигзагом Тоже Хорошо Это Подушка Вот И Когда Это Я Все Пришила И Шила Я Знала Что Я Сверху Сделаю Эти Две Гирлянды И Нужно Было Каким То Образом Закончить Сверху Ёлку Там Предлагается Сюда Прикрепить Я Думала Купить Какую-то Готовую Снежинку Потом Думала Вырезать Из Фетра Снежинку Вышить Ее Люрексом И Сюда Прикрепить Долго Думала И вдруг Мне ночью Пришла Идея Сделать Бантик Долго Искала Я Всякую Тесьму В итоге Нашла Вот Эту Репсовую Красную Ленту Которая Подошла По Оттенку К этой Ткани Которая На Подарках Вот И Сделала Из нее Бантик Завязала И Пришила Ну И Хотелось Мне Пришить Колокольчик Все-таки Хоть Это И Подушка Новогодняя И Спать На этом Колокольчике Не будут А будут Спать На Обратной Стороне Но Не спать Мы Не Спим На Этому Ну Кто-то Если Захочет Полежать То Я Не Возражаю Никогда Пришила Маленький Колокольчик У 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 Зигзаг Тоже Такой Зеленоватый Блеск Золото Зеленоватый Ну И По Цвету Оно Сюда Тоже Хорошо Мне Кажется Подходит Сзади Сделала Обыкновенный Карман Так И Предлагалась Там Он Глубокий Значит Передняя Часть Она Сэндвич Такой С подкладом Подклад Вот Такой Пестренький Ну Видели У меня Эту Ткань Я Много Чего Из Нее Шью Я Купила Ее Два Метра Это Обыкновенная Китайская Ткань Кстати Она Шьется Гораздо Лучше Чем Та Корейская Которая На Лицевой Стороне Вот Сэндвич Значит Лицевая Часть Одеял Вот Это Мое И Внизу Подкладка Задняя Часть Без Подкладки Здесь Подвернуто Просто Прострочено Вот С таким Запахом Эта Подушка Не будет Носиться Долго Она Будет Только На Новый Год Выходить Я Потом Решила Делать Ни 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 Пуговиц Никаких Молний Здесь Подушечку Вставила И Так Хорошо Ну И Бейка По краям Естественно Из той же Ткани Красной Прострочила Я Шов Соединение Ёлки По Линиям Пришивания Вот Этих Вот Я Строчила Вот Так Вот Не Пересекая Строчила Такими Треугольниками Ну Стигала И Вот Тут Вот По Этой Линии Вот Ну И Все Таким Вот А Да И Вот Это По Этой Нижней Линии Здесь Тоже Проложена Делочная Срочка Но На Расстоянии На Лапку На На Ширина Косой Бейки Сантиметр Подшивала С изнанки Вручную Вот Такая Получилась Налочка Вот Но Сегодня С утра Уже Когда Разбирала Это Я вчера Закончила Вот Эту Вот Вещь Когда Разбирала Вчера Вернее Сегодня Утром Весь Процесс Ну Кусочки Раскладывала Куда Там Мне Надо Доставала Новые Ткани Достала Уже Напор На Дорожку Вот Сейчас Определюсь Уже Конкретно Какие Там Будут Ну Я хочу Там Сделать Немножко Блоков Ну Маленькие Буквально Две Вставочки Блоковые Посмотрю Какие Ну Короче Проект Надо Сделать Еще Не Сложилось У меня Вернее Есть Наметка Но Там Из Купонной Ткани Да Я покажу Сейчас Я не Сказала Про Ткани Вот Ткань Которая Шишками Которая У меня На Ёлке Она Вот Такая Таким Образом Она Маркирована Я не Знаю Что Это За Фирма Можно Наверное Поискать Но В общем То Она Тоже Хлопок Американский А Вот Эта Ткань Красная Которая На Подарках Она Мода Это На Кромочке Я Обнаружила Вот Ее Кромки Вот Это Мода И Называется Она French General Она Такая С рисунками И Она У меня Будет Участвовать В Следующем Проекте Вот В Следующем Проекте Это Дорожка Будет Следующий Проект Я Показывала Уже Вот Этот Купон Ну Вот Я Хочу Из Этого Купона Вырезать Определенные Детали Вот Например Он С Эти Ну К примеру Я Сегодня Смотрела Большие Вырезы Детали Маленькие Тут Есть Кардинал Вот Есть Красивые Санки Но Они Наверное Великоваты Будут На Дорожку Они Очень Красивые Может Я С Нем Что Другое Еще Придумаю Это Будет Купон Серединка Чего То Серединка Блока Или Просто Это Будет Купон Отдельный Как Сам По Себе Блок Вот Сочетание Вот С этой Тканью Ну И Где Будет Разбавка Вот Этой Красной Посмотрим Или Блоки Сделаю Вот Из Пока Вот Эту Планирую Но Она Не Очень Сюда Как Бо Идет Но Посмотрим Или Красная Обработаю Края Или Вот Это Будет В общем Пока Проект Еще Не Созрел Ну Вот Эти Ткани Планируются На Дорожку Вот Есть У меня Еще Вот Такой Кусочек Очень Красивой Ткани Спон С Этими Но Он Не Идет У Меня Ничем Не Сочетается Делаю Наволочку Просто Вот Чтобы Не Резать Эту Ткань Она Тоже С Глиттером Вот На Вот Этих Цветочках Тоже Блеск На Листиках Вот И Думаю Может Сюда Да Она Сочетается Вот С этой Вроде Вот С этой Да Если Между Ними Что-то Такое Светлое Проложить Но Дело В том Что У Мне Не Пришли Еще Ткани Я Заказывал Много Тканей Из Иголочки Там Были Нейтральные Такие Ткани Которые Я думала Что Соединят У меня Вот Эти Вот Яркие Которые Активные Но Они Не Пришли Не Известно Когда Еще Придут Ждать Я Конечно Не Буду Сделаю Уже То Что Есть Так Вот Я Думала Может Вот Эту С Белым Кружевом Или С Белыми Бубочками Вот Как Две Подушки Рядом Вот Они Такие Будут Как Бы Сочетаться Вот Наверное Я Так И Сделаю Что Это Будет Подушка Здесь Вот Такой Кусочек Ровно На Подушку Самое Интересное Что Тут Ярд 46 Сантиметров Как Раз На Подушку 45 На 45 И То Немножко С Натягом Если Подрезаешь Много То Уже Даже Особо Не Надевается Ну В общем Это Ну Вот Таким Образом Я Завершаю Осень И Начинаю Зимние Проекты Некоторые Проекты Уже Готовы Некоторые В дороге Некоторые Только Планируются Но Обо Всем Если Вы Хотите Узнать Заходите Ко Мне На Канал Всем Буду Очень Рада Вы Знаете Я Всегда Люблю Пообщаться В Комментариях Всем Желаю Здоровья Творческого Настроения Новогоднего Подготовительного Настроения Чтобы У вас Было Желание Готовиться К Новому Году Хоть Он Будет Немножко Другой В этом Году Но Тем Не Менее Новый Год Есть Новый Год Мы В него Вступаем С новыми Надеждами И С новыми Проектами Желаю Вам